всем добрый день всем привет коля дома коля дом мы собрались сейчас по делам короче я не знала чем не одеть у меня кардиган на работе и в общем не пришлось одевать вот такой вот красный у меня яркий так еще не знаете будет кардиган у нас на улице тепло но все равно ветрено от чего топчешь в поле чем не одеть не знаю наверно так вот иди ладно девай какой-нибудь наверное такую типа кофту я вот тоже в кофте потому что у нас короче погода смотрите у нас вот так вот тепло солнечно кажется знаете ой кажется ли это там вообще жара ну когда ты выходишь там такое вообще ветер ну нет я бы чуть не другое коля дело вот мы собрались сейчас ехать в магазин мне нужно купить всякие короче там детали для рукоделия мне нужно оформить одну штуку и купить свечи вот так что отправляемся закупаться в какой-нибудь магазин и нужно будет потом еще ну так по мелочи там хлеб да у нас закончился пить да потом может быть что-то придумаем ну кстати да муки тоже нету хотели купить курочку приготовить сегодня я хочу пожарить соскучилась пожарим курицы может быть с картошкой вот когда долго не ешь и замечаю что я скучаю без нее мне прям охота я по тебе так сильно скучаю ты нашел что день я еще поеду кстати по поводу того что уже светит солнце вы чувствуете как я уже загорела если намазывалась короче солнцезащитным кремом у меня 50 плюс спф вот кстати я его когда на море мазала этим кремом бедный вообще не загорел бледный приехал вообще я поняла что я переборщила в турции было солнце как бы активное сильно но не до такой степени видимо ему надо будет до 30 или 40 и снять верхний слой потом а я делал а дело я нанесла сейчас этот крем и круче хожу блещу все что я уже чернее смотрите вся просто вообще становлюсь черненькая мало стола босс потому что кто-то блин я же не каждый день брызгнуть перед работой еще не знал мы поехали наконец-то забирать запчасти теперь еще надо забрать какие запчасти масло 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 и фильтр у нас очень быстро сейчас набегают километры много ездим и опять меняем масло вот недавно только меняли вот и уже опять сейчас заберем и видимо коля поедет в ближайшие дни менять пешеходный пешеходный у нас стоит с мороженым отдельно то вы знаете между дворов стоит и и ухтож как они все резко делают мне кстати должна скоро прийти посылка я и ушну не дождусь а отслеживание там вообще не не отслеживается но что самое экономик какой-то там пост экономика короче одели его еле-еле попала это если надо купить ему какую-то ветровку и мне тоже потому что ничего купить мастер мастер до мастер по я ветровку все хочу что тут нету такого или пиджачок какой-то такой вот нам на май на июнь такие вот месяц чтобы это одел и пошел а то себя спасаюсь кофтами от кардиганами а коля жилеткой или своей там спортивной накидоникой ох как он вылез по большой дуге у меня снег прошел уж да но те кстати на следующий день так что это было значит не я если бы было я скажем бы долго сидим ну все я забрал все свои нужды по машинке можете посмотреть тут коробочка коробочку не покупала упаковали от матьюль эко energy 5 в 30 я лил такое масло не она не особо понравилось по истечению где-то полутора года на двигатель начал появляться рыжий лак то есть на детали двигателя перья лью маслечко вот такое вот петра канада синтетика чистая 0 в 20 моет хорошо хорошая масло очень нравится но правда и нюанс то что мы сильно жидко что там еще ну и три вот таких вот фильтра у меня так ну тут он ничего не даст упаковочек пока вот вот такие вот не то чистокровные японские фильтры как раз для машинки радостный ну вот надо будет сегодня завтра нет наверно менять получите думаю может быть сегодня вечерком у нас здесь сервис самообслуживание неподалеку приезжаешь платишь 200 рублей за час ну и делаешь все свои дела как хочешь так мне надо будет поменять прокладку клапанной крышки это займет где-то около часа времени хотя ее лучше менять конечно и оставлять машину чтобы она постояла где-то часов 10-12 так что там я менять не буду только масло поменяю все расходники все уже по фильтрам поменял основные то есть воздушный фильтр и салонный фильтр чтобы хорошо дышать машине чистым воздухом беру фильтр угольный так как угольные фильтры не дают бактериям попадать сюда то есть пыли с бактериями и бактерии умирают причем этом хорошее чистый воздух получать солнце машине но от пыли это не спасает потому что когда открываем окна города все летит сюда надо пользоваться кондиционером а кондиционером и пользоваться толком не можем потому что у нас такие горло и горла не знаю как сказать то что как только холодный воздух попадает нам на год у нас появляется ангина либо что-то тому подобное так что кондиционером перебарщивать тоже нельзя скорее всего очень сильно у нас дует он так что мы особо им не пользуемся а надо бы ну что он еще рассказать пока алина делает свои дела грабли вы наверное видели уже эти не знаю что сказать буду слушать музыку так это скоро не зашли покушать что-то мы ходили в отделе проголодались мы уже давно где не ходим и здесь фудкорты есть мы их торговом комплексе 10 лет уже давненько сделали вот здесь вот разные как обычно знаете зона такая здесь есть кафе кавказская кухня вот здесь вот с краешком мы загадали там комплексный обед короче там есть лагман наш любимый очень лагман я бы кстати все хочу дома приготовить ночью как-то круги не доходят вот там сейчас я покажу что там будет коля пошел снимать деньги потому что здесь только наличие вот так так что и мы его и будем кушать покажу вам что будет в портах мы по лагманчику то вообще да любим это дело и тут был комплексный обед чем туда входит лагман сейчас еще нам принесут плов с салатом хлебушек вот такой дают булочку и компотик вот так что сейчас еще ждем плов ну что в общем вот такая вот порция у нас получается лагман салатик овощной хлебушек и плов компот летного аппетита всем мы уже зашли в продали смотрите как мы выбираем товар кто-то отдыхает кто-то пошел смотреть надо мне посмотреть папочки здесь пока книжки не туда иду что а мы уже в лифте сейчас спускаемся как в курсе да то есть только вид у нас с банками слать до пошли мы фикс прайс короче здесь у нас рядышком открыли еще один фикс прайс мы хотим посмотреть там не нужно посмотреть свечки вот да может быть там есть так что идем очки все отсвечивают агумус воздушный мир арабских сказок и на единичной во флаконе вот рядышком да буквально пару метров вот тут канат дзержинского слушайте ничего определенного вам сегодня не могу показать что-то едем делаем делаем какие-то дела смотрите вот лучше вам покажу цветущие наши иркутские деревья такая вот красота у нас тут возле дома как пахнет это все конечно но домой не взять буду чихать а так вообще шикарно просто вид такой надо выйти мне цветочки сажать уже сколько говорю надо уже выйти и посадить а улья там забирает все с машины а у не новички зажали ну че делаете пусти меня пусти скажи че с тобой делает куда 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 ой варечка тебя все зажали да скажи че ты делаешь со мной Коля облизунья моя пойдемте пить кофе елка потом пойдем сажать цветы во двор пойдем сейчас сделаем кофеечек что-нибудь перекусим варюшу покормим и кстати мы же привезли смотрите собачкам остатки плова которые не доели мы короче забрали прям с кафе коллега собачкам решили не оставлять потому что очень много голодных на улице лучше их на корме вот было на делать кофе хочу кофе и кстати может быть перекус у нас же еще мяско есть творог есть кстати знаете чего хотела вам посоветовать вот такой творог я недавно взяла байкальский творог такой пять процентов он вернистый сейчас я вам его покажу он вот так выглядит смотрите вот такие зернышки он прям вот мелкий-мелкий такой рассыпчатый вон какой ну он такой вкусный просто я теперь полюбила короче творог такой байкальский и помимо того что мне нравился простоквашина теперь мне еще нравится вот такой я буду брать вот такие вот у нас дела ладно буду делать я кофеечек и потом пойдем на сам бабушка попросила соседка помочь выкопать яблоню говорить что надо что-то пересадить ее куда-то что ли вот так что я сейчас кружки достаю так что я сейчас сделаю кофе мы наверно полежу минут пять а тут что-то по городу наносились и потом пойдем я поищу свои семена у меня где-то были семена календулы мне мама давала и какие-то еще семена у нас были помимо календулы да я их найду короче и мы их посадим в эти клумбочки наши жопкие всем привет всем привет всем пока короче мы вышли на улицу вынесли воду лопатку взяла коля сейчас перенесет лопату будет перекапывать здесь все в общем здесь нужно видите вот эти бордовые разрослись которые мы привезли от коли сейчас я пропалю вот эту всякую траву уберу коля мне перекопает что-то и я посажу календулу вот здесь у меня календула есть погибшая уже а что где лопата нету еще не достали а еще не достали вот и здесь тоже надо будет все скопать прополоть короче трава повылазила везде вот и календулу хочу куда-нибудь еще посадить ну вот здесь наверное не буду потому что здесь очень много бордовых вылезла и вот здесь здесь просто вообще все в них смотрите они даже вот здесь вылазят теперь вокруг что прям вот мне нравится что они теперь везде ну как раз такая сорная трава пусть Марюша бегает довольная гуляет что пока такой лопаткой да да аккуратно удачи удачи адекватно аккуратно Её сюда вот тоже надо. И туда, с боку. Можно сюда ещё вот. Мы тут садим цветочки. Это что у тебя, Коля, за способ такой? Способ присыпки. Посмотрим, Коля, какие у тебя руки. Лёгкие или нет? Лёгкие, у него всё сходит. Всё сходит, да? Ну, молодец, правильно тебя подставили мы на посадку. А мы зашли домой. И Коля нам, смотрите, сделал такой чаёк вкусненький. Здесь у нас апельсин. И что ещё? Смесь, да, какая-то ты добавил. Вот такой чай нам мама дарила. Бейзилар. Бейзилар? Да. Корица, что-то ещё. А корица, гладица, что-то ещё. Да, имбирь, по-моему, ещё. Очень вкусно пахнет. Сейчас будем пробовать вот этот чай. Вот в таких вот красивых наших кружечках. И потом расскажу вам... Кстати, сейчас расскажем, что мы сделали. Ты рассказывай во дворе. Во дворе? Короче. Я совсем забыла показать. Мы пахали все клумбочки. Да. То есть пропало я. И сделали две больших клумбы. То есть, две большие баллона лежали. Была куча земли уже притоптанной. Я её разобрал. Баллончики. Под баллончики выровняла. Прочи, короче, нам показать, да, выйти. Да. Да, выйдем, обязательно потом покажем. Ну и, короче, положили два баллона, напугнули землёй. И пересадили мы яблонку. Да. Яблоньки, маленький густик вырос, лежит к цветам. Я её оттуда выкорчевывал где-то минут пять-десять. Ну да, долго что-то там боролся с ней. Потом мы пересадили в другое место. Удобрили всё. Потом пришли, помылись. Ты чё, вкусняшку захотела? Пришли, помылись, помылись. И Васька помылась тоже. Да, и Варюшу помыли. И сейчас еле вот чай пить. Мохнатая. Так что будем греть горло, а то я что-то пока постояла, и у меня прям ноги немножечко подмёрзли. Ой, моя мохнатая, Васька, смотришь. Да, чистенькая. Холодно, да? А пахнет-то тебя чистой собакой. Тут дрожишь, холодно, да тебе? Давай будем греть. Темно. Темно. Мы поехали менять масло. Хотела остаться дома, но Коля мне сказал, нет. Ничего сидеть дома. Ты едешь со мной. Надо со мной быть. Да. Мало что там, кто долго заниматься будет. Ну, как это делами? Какими? Варюшку мы оставили, потому что Варя мокрая. Ещё не просохла совсем, не высохла после ванны, поэтому, говорю, Варя, ты сидишь дома. Она так смотрела на нас. Куда она будет изменилась? Рядочень. О, морковки. Морковки здесь вот так. Всякие вот. Вот носят. Вот, носят. Вот, ещё чайник. Чайники, морковки, короче. Чайники да морковки. Да, вон, вид, ещё полетел. Ой, ещё какой-то. Фига не носится. Они с ума сходят. Стемнело, и всё, все полетели. Да, и всё полетели, полетели. Я вообще боюсь, когда темно выезжать, потому что они ездят как хотят. Они днём-то делают, что хотят. Смотрите, а вечером тут вообще вот прямая, вот, нет лежачего, и всё, и они... Воля. Воля, воля. 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 Делайте 50. Она всё водит. В ту сторону красный, только на право. Угу. Сюда ещё зелёный есть. Сейчас мы поехали. Всё, уже жёлтый горит, ребята. Ой, ого. Такой шустренькой. Мы ездим туда же в фильтр на самообслуживание. Коля сам меняет. Мы платим только за яму, получается. Вот здесь вроде, да? Да, где-то здесь. Здесь такой неприметный сворот. Ну, кажется, что его вовсе нет. Да, на самом деле он есть. И вот здесь фильтр. Вот, крайний бокс. Там стоит. Да, придётся нам ждать. Подождём, подождём, подождём. Подождём. Вот мы и спустились в подземелье. Подождём, подземели. Наша машина. Коточки. Коля тут смотрит сразу. Коточки. Подничу нам. О, как погнуло. Надо грижанки купить. Раз, два, цены штуки. Две грижанки. О, уже оно. Это тоже не делишь. Угу. Смотрите, какая труба. Нагревается. Понимаете? О, ёбарс. Ты посмотри, сколько она приняла уже ударов на себя. Так это постоянно едем ко мне, но об неё. Вообще, это ловит. Бедная вообще. Ну, кому ж её? Муж, резинки просеет? Слушай, не знаю. Я, по-моему, вроде нормально не помню. Может, ты её не будешь дёргать, а, лишний раз? Не. Оля. А то мы сейчас тут будем не маслом и нет, а другую делать. Давай, время идёт. Вышло. Помнишь, как ты торопился в прошлый раз? Я, в прошлый раз торопился, что я что-то ещё делал. Давай. Где ты? Ты уже всё подкатал? Уже всё стекает. А, уже всё стекает. Уже почти всё стекло. Всё, масло поменено. Осталось только теперь защиту прикрутить, да? Да. Ну, как масло поменено? Поменено только пока фильтры. Фильтры, это. Ой, ну, в смысле, слиты, да. Да. Сейчас всё залит. Постоянно кто-то приезжает, уезжает. Сейчас приезжали парни, короче, делали машину. И при выезде цепанули тут порог. У них низкая машина. И при выезде такой шарк. Он такой газу дал ещё больше. И выехал, ага. Думаю, ну, как так-то? Вроде должно быть всё хорошо. Да, высоко, а у них низко. Видишь полосы? Да. Что это? Коля так ехал крему. Куда? Там между нововетниками, на самом деле, там, это, скрылась дорога. А-а-а. Я ехал ночью. Да. И там некуда было мне деться. Посерединке прям было. Я сюда пустил его. И там камни. Там камни чисто выперла. Камни с грязью. Я поняла. Кочек такой. А если бы не было бы защиты, то это всё бы... То печально бы было коробки. Ёшки. Под дому коробки. Но всё-таки хорошо. Видишь, нас папа научил защиту ставить. И хорошо, что мы, как и он, тоже поставили. Смотрите, как интересно подсвечивается. Он пустой просто. Да. Мы поехали, уже всё. Коля. Заправим, мы поехали. Да, Коля всё поменял. Теперь нам надо заправить машину. Короче, у нас время, смотрите, 11.47. Сейчас я вам покажу. Ну, ночная жизнь, она дешёвая, я тебе скажу. Да. Скидки, короче, ночью. Поэтому нам спать-то вообще невыгодно ночью. Ездить, дела делать. Ночью, наоборот, работать, дела делать. Сейчас всё заправим и домой. А где мы поедем? Как мы поедем? Прямо поедем сейчас в Байкальской. И чё там? Почти до кольца. А, и там? Перед кольцом, да. А. Мы подъезжаем. Чё-то, чувачок, тут машинку забыл, что ли? А чё, нам к другой нельзя? Хотя, погоди, я щас посмотрю. И вот тут 92-й и ДТ. ДТ-шка заправляется. Угу. Идёт такой, как этот. Как пижон. Ночная жизнь началась. Брум-брум. Ну что? Куда пропал? И чё? Бежит. Чё? Чё, наценка будет сегодня ночью? Ого, мы успеем без наценки. А я не знаю, успеем или не успеем. А мы куда? Вон там, попробуй заправиться. Это где? Вот тут. Вот тут? А почему отдельно? Для больших грузов, что ли? Хотя, для больших грузов 95-й-то не нужен. Нет, по-моему, это сама служка. Да ты что? Да. А, да. И тут, наверное, и оплата есть с картой. Шка, классно. А чё я бачик открыл? Я не знаю, чё ты. Пойдёмте посмотрим, как это работает. Короче. Установите топливный пистолет в бензобак. Да. Открываем. Открываем пышечку. Да. Дальше, значит. Вставляем пистолет. Вставляем пистолет. Мы рады видеть вас на нашей автоматической АЗС. Привет. Для наличной оплаты ставьте купюру на устройство приёма денег. Для безналичной оплаты вы можете воспользоваться банковской картой. Ставьте купюру, в купюроприёмник при оплате карты ставьте карту в картридер. Вот, автомат вообще не даёт. Значит, вставьте купюры. А где у нас для карточки? Для скидочной. Да, и для скидочной, и для такой карточки. Я что-то не поняла. Только наличной, что ли? Чё-то как-то... А, вот сюда карточка вставляется, видимо. Штрих-код это, видимо, твоя карта скидочная. Смотри, штрих-код считывается. Ну, давай попробуем. Давай. Где-то моя карточка. Давай, вот она. Ух ты ж. Так, ну-ка. Внесите средства к оплате. А, слушай, а если она потом не считает нам карту, нам так не надо. Внесите средства. Ну, мы, короче, уже запретили... Мама! Как страшно. Эти грюки ничего сейчас не зачислят, Коля. Идёт процесс налива топлива. Налива топлива. Держу, держу. Карточка. Чё трубой, я не знаю. Держи, можете ли чё. Короче, система... Либо у нас не отработана... Система не пилит. Либо мы не отработаны. Короче, вот мы заправляем 43 литра. Ну, у нас... Это ещё не полный, да, бак? 41,67. Или полный? А, это рублей. 3,30. Это полный бак у нас? Да, скорее всего, будет полный. Короче, на 1800 у нас выходит полный... Почти полный бак. А... Я понимаю, что нам никакие бонусы не начислят уже, Коль. Ну, почему? Она же пикнула. Она уже по-схитиске вышла. Ты думаешь? Ну, хорошо, если... Ещё же не всё. 35 литров только зашло. 36, 36. Что-то, короче, Коля, надо его держать. А то он отстреливает почему-то пистолет. Потому что я до горлали до самого-самого. Ага. Мы дома. Я сейчас просто под таким впечатлением... Я вам сейчас расскажу, короче, историю. Да, пока мы заправили... С момента, когда мы заправили машину и пока мы приехали домой, уже случилось ещё одна... Это просто такая ситуация. Я просто теперь понимаю, почему я поехала с Колей менять масло. Почему мы поехали на заправку. Почему мне стукнуло в голову после заправки купить на утро какую-нибудь слойку себе. Я не знаю. Это просто... Вот знаете, сейчас вот этот кусочек видео будет касаться тех, кто искренне верит в Бога. И если вы считаете, что для вас это не так, вы можете смело промотать на концовку и, в принципе, всё. Но те, кто верит и как бы понимает вообще, о чём я буду говорить, это для вас. Вот просто... Мы сейчас поехали в магазин. Я говорю, Коль, давай, вот сейчас было бы здорово купить что-то на утро. Ну, кофе попить. Там я почему-то полюбилась с какой-нибудь булочкой утром. Круассан обычно делаю там или слойку. Он говорит, давай заедем в супермаркет. У нас рядом есть ночной. Он работает либо до двух, либо он вообще там... Не важно, короче. Мы заехали, и возле входа сидят два мужчины. Ну, они не совсем трезвые. И, ну, знаете, видно, что они потрёпанные. То есть они, ну, что-то типа людей, которых называют без определённого места жительства. И мы такие остановились, мимо проходили. Они нас остановили. Говорят, слушайте, девушка, купите, пожалуйста, что-нибудь покушать. Я говорю, ну, хорошо, ладно. Ну, и Кольская тоже. Ладно, мы сейчас купим. Да, Варюшка. Варюшка пришла с прогулки. И мы зашли в магазин, купили колбасу, купили хлеб. Ну, и таки идём. Искренне верим с Колей, что они сейчас покушают, там, знаете, что они будут сыты. И как бы от этого на душе будет приятно, что ты накормил кого-то. Мы выходим, они такими глазами смотрят. Ну, что там у нас в руках есть? Нет. Коля подносит им колбасу и хлеб. И говорит, ну, вот, держите. Ну, я говорю, не пейте, пожалуйста. Бросайте это дело. Ну, от них, потому что запашок идёт. Они говорят, да-да, мы не будем. И знаете, так это, ну, как будто по барабану мои слова. Я это поняла, как бы ничего не сказала. Мы усели в машину. И из машины наблюдаем следующую картину, пока Коля заводил, пока там вещи убирал. Подходит к нему, к ним, к ним подходят два парня, путешественника, туриста. Видно, что они с большими рюкзаками. Они, видимо, путешествуют вообще пешком или налегке. Ну, как, то есть они без каких-то чемоданов, у них рюкзаки взади, впереди, они идут вдвоём. И они с ними общались. И я вижу, как вот этот вот мужчина, которому мы отдали колбасу, передаёт парням. Говорит, да-да, держи, типа. Ну, так вот, знаете. Я просто порываюсь, говорю, Коля, что это? Почему? Мы же им купили. И просто потом медленно начинает доходить. Что люди, не имеющие, скорее всего, какого-то крова над головой, еды там, тепла, постоянного места жительства, потому что выглядят они как бы оба, неважно, они вот пьют. Они просто отдали еду вот этим парням. И Коля говорит, что, видимо, эти люди просто путешествуют и им, как бы, им не купят еду. Ну, потому что молодые люди вроде скажут, типа, если вы путешествуете, у вас есть деньги, если вы все обеспечите, накормите, вы сами шли на этот подвиг. А вот этим мужчинам, которые сидят, как бы, бедным возле магазина, как бы, им чаще, наверное, купят и дадут, потому что видят, что они, как бы, выглядят неважно, что мы и сделали. Вы представляете, какое надо иметь сердце, просто для того, чтобы отдать. Но ведь им самим, скорее всего, есть нечего. Сами люди ничего не имеют, и отдают. Они не имеют, да, и они последние отдали. Вот это и есть широкая душа. Я говорю, как же хорошо, Господь просто показывает вот эти ситуации, какое может быть добро на земле, представляете? Я в таком шоке нахожусь, что, вообще, просто огромное спасибо Богу за то, что он мне показал эту ситуацию. Я никогда бы не подумала, что такие люди могут отдавать последние. Коля говорит, на самом деле, это там один на миллион, наверное, сейчас как бы себе все забирают же в основном, там последние хапают, там не отдают, дерутся, борются. что люди такие, которые ничего не имеют, то, что им попадает, это все остается у них. А тут люди отдают. У него ничего нет, он сидит возле магазина, и он взял это все отдал, и пожелал им там еще как бы чего-то. Я слышу, он с ними говорит. Вообще, конечно, я под впечатлением. Ну, да, это очень шокирующий, вообще, по-тефакт. Мало такое встречается, мне. Очень мало. Да. Особенно в нашей стране. Да, это точно. Мы с Варварой лели спать. А Коля там сидит и настраивает телевизор. Да, я пытаюсь это. У нас, короче, такая фигнюшка, на, когда смотрим цифровое ТВ, либо переключаем HDMI кабель, у нас сверху полосочка, типа режим в отеле ограниченный. Вот. И она бесит мне. И он пытается ее убрать. На мне бесит. А мы спать легли, так что всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.